Эта история несколько лет назад потрясла многих. Малышка с ДЦП воспитывалась в семье Ревди. Однажды пьяная мать, разозлившись на плакающую дочь, ночью сильно покусала ей лицо, откусив часть губы. Скорую помощь ребенку вызвали лишь спустя несколько суток. После случившегося крошка перестала ходить, разговаривать и даже сидеть. Ее вес сейчас составляет чуть более 10 килограммов. В итоге биологическая мать была лишена родительских прав, осуждена за нанесение увечий ребенку и отправлена в колонию. И вот малышка в Анапии. Ее усыновила 37-летняя Анна. Она долгое время занималась волонтерской деятельностью, помогала детским домам, организовывала сбор средств, нуждающимся в лечении детям. Впервые фотографии будущей дочери она увидела несколько лет назад в социальных сетях и стала ей помогать в меру сил. В июле 2017 года Анна и ее супруг, которые уже воспитывают 19-летнего сына и трехлетнюю дочь, приняли непростое решение усыновить находящуюся в тяжелом состоянии уральскую малышку. Они прошли школу приемных родителей и все необходимые комиссии. Сегодня ребенка поместили в городскую больницу курорта. К малышке приехали члены общественной палаты. Здесь есть семья приемная, которая взяла к себе под опеку девочку с особыми потребностями, у которой очень сложная долгая медицинская история, девочка-сирота. И, собственно, задача врачей, так как длительное время ей помогали волонтеры из разных регионов, и девочку оперировали, и по самым последним инновационным технологиям, сейчас наша задача здесь посмотреть, как идет адаптация, помочь, насколько это возможно, и возможно передать технологию как раз заправки буклофеновой помпы, для того, чтобы специалисты дальше на месте могли это делать, координировать работу стимулятора блуждающего нерва. Но очень хорошо, что девочка попала в семью, потому что при сложных любых заболеваниях, особенно все это комбинировано, индивидуальный уход – это лучшее, что может быть для ребенка. Конечно, сейчас семья старается максимально окружить ее теплотой, любовью, заботой, для того, чтобы выровнять состояние ребенка. Мы надеемся, что будет положительный эффект уже сейчас, но, во всяком случае, визуально видно, что ребенок ухожен, что ей намного лучше, то есть состояние ее стабилизируется, улучшается. Дальше будем по итогам консилиума, наверное, врачи уже что-то еще скажут. Больше года девочка проходила лечение в московской больнице, и сегодня лучшие нейрохирурги не оставляют ее и сейчас. Специально для того, чтобы поделиться новыми технологиями с нашими специалистами, они прилетели на курорт. Девочку, конечно, мы не первый раз видим, потому что она у нас больше трех месяцев находилась в клинике. До этого она почти полгода лечилась в институте травматологии у профессора Рошада. Она в Москве практически год находилась на лечении, и у нее была очень серьезная патология, даже сочетание различных патологий. Это и детские церебральные параличи, она была в серьезных дистонических атаках, у нее была фармакористентная эпилепсия, и оба этих серьезных заболеваний накладывались друг на друга, и, конечно, мешали и диагностировать, и дифференцировать, что на данный момент является основной проблемой. И, конечно же, осложнял подбор адекватного лечения. Девочка перенесла несколько операций и длительное лечение, но ее состояние все еще остается тяжелым. И мы поэтапно в течение трех месяцев проводили лечение. Сначала установили баклофеновую помпу, и нам удалось справиться с вырженнейшей спастикой, с дистоническими атаками, которые у меня были. И, в последующем, убедившись, что консервативная терапия, таблетки не помогают справиться с эпилептическими приступами, был еще установлен и стимулятор блуждающего нерва. И только благодаря сочетанному действию обоих этих устройств удалось стабилизировать ее состояние. Методика в миру уже используется больше 30 лет. У нас она в России стала популярной буквально последние 5-6 лет, благодаря тому, что появились квоты, которые позволяют и закупать сами устройства, проводить оперативные вмешательства. И цель имплантации баклофеновую помпу – это снять выраженную спастику, когда никакие препараты консервативные, никакие реабилитационные меры не позволяют справиться со спастикой мышечной, что приводит к развитию контрактуры и мешает и социализации, и развитию детей. Это очень простая процедура. Устанавливается катетер спинномозговой канал. По аналогии с помпами при диабете, которые используются, только если при диабете помпа используется, которая находится вне организма, здесь мы под кожей имплантируем резервуар, из которого по катетеру, который находится в спинномозговом канале, поступает препарат, который снимает спастику. И его преимущество, в отличие от таблетированных медикаментов, в том, что доза практически в 5000 раз меньше, потому что непосредственно сразу воздействует на спинной мозг. И это позволяет избавиться от побочных влияний препаратов на печень, на почки, на весь организм. Надо сказать, что буквально некоторое время назад ребенок даже не реагировал на речь. Но после того, как у нее появились любящие родители, она реагирует на речь и пытается улыбаться. Несчастную малышку поддерживала и поддерживает огромное количество людей. Волонтеры, чиновники, члены общественной палаты, но без постоянного ухода и любящей семьи было практически нереально решить проблемы с ее здоровьем.